Это просто и честно, эта ситуация взорвала мне мозг, что самая-самая крупная ошибка Не надо вам делать бренд одежды, как я смею рекламировать свои услуги Пичить незнакомым людям полтора миллиона инвестиций, это очень небольшая сумма Как на самом деле должен работать инфлюенс маркетинг Но всем привет, ну что давно у нас не было с вами видео на эту тему Я знаю, что многие ждут про мой бренд одежды и про поиск инвестиций Расскажу вам, как вообще идут дела и что новенького я узнала и что решила Но сначала у меня для вас будет очень важное объявление Мне иногда пишут, что мол, как ты можешь давать консультации по бренду одежды Если сейчас твой бренд, ну там дальше разные вариации Кто-то говорит, что не существует, не продает и так далее Хотя на самом деле это какие-то маленькие продажи у нас есть Но суть вообще сейчас не в этом, а в том, что у меня на канале очень много есть видео Про то, как я создавала свой бренд одежды в процессе Я снимала эти видео годами И там у меня есть несколько видео, где мы с моей подругой Любой ездим выбирать ткани И я рассказываю, что такое технический эскиз И Люба ко мне уже два раза обращалась с жалобой Что ей пишут люди и просят ее сделать лекало А она к этому не имеет никакого отношения Вчера я написала очередной человек Мы стали разбираться, в чем же проблема И оказалось, что в каком-то комментарии под видео Я пишу о том Отвечаю на комментарий человека Что вот моя подруга Люба делает технические эскизы А сейчас она, кстати, их вообще не делает Несколько человек Написали ей из-за этого комментария Потому что там оставлен ее контакт Что они хотят, чтобы она сделала лекало Друзья, если вы не понимаете Отличия технического эскиза и лекала То не надо вам делать бренд одежды Серьезно Это настолько базовая, элементарная ошибка Учитесь Это просто и честно Эта ситуация взорвала мне мозг У меня профильное образование дизайнера одежды У меня многолетний практический опыт И берите, блин, мои консультации Или ищите кого-то другого Если мои консультации вам вдруг По какой-то причине не нравятся Но заплатив за консультацию Вы сэкономите себе просто сотни тысяч рублей Потому что еще раз Начинать бренд одежды Когда вы не понимаете отличия Технического эскиза от лекала Это заведомо провал Это настолько Все, я не могу У меня просто больше нет слов И на какой-то один раз Кстати, гневный комментарий По поводу моих консультаций Мол, как я смею Своих собственных видео Которые я снимаю Даю кучу бесплатной информации для вас Как я смею рекламировать свои услуги И меня вывесил этот комментарий Я сняла целое видео минут на пять Но не стала его выкладывать И там, в том видео Я единственный аргумент привела Который вам скажу Многие не понимают То, что я давала консультации Также по Wildberries Сейчас я на Wildberries не продаю Точнее, я распродаю остатки Я не знаю, что сейчас происходит На площадке Поэтому консультации я не даю Потому что на Wildberries Все меняется каждую неделю А с брендом одежды Видимо, многим кажется Что что-то меняется Друзья, ничего не меняется Десять лет назад Все было одинаково Да, немножко, может быть, изменились способы продвижения Но вам-то не хватает базовых знаний Понимать, что такое технический эскиз И что такое лекало И поверьте, все учебники, которые были написаны Они еще в Советском Союзе были написаны И ничего не изменилось Процесс производства не изменился И через пять и через десять лет Ничего не изменится Поэтому все мои знания Они релевантны Они никуда не денутся И именно поэтому Мы переходим все-таки к теме видео Именно поэтому я не боюсь взять паузу На несколько лет со своим брендом Потому что я понимаю Что мои знания И весь мой наработанный опыт Он никак своей актуальности не потеряет И будет дальше мне помогать Я рассказывала там в других видео То, что значит предыстория кратенькая Тоже для тех, кто не в курсе У меня был бренд одежды У меня были там и платья И не только Я продавала через Инстаграм Потом я вышла на Wildberries с купальниками Там продавала почти три года Параллельно в Инстаграме Тоже у меня есть мои купальники Но я никак их не продвигала Ноль вложений в продвижение Это сейчас важно Ноль вложений в продвижение Запомните Вот И когда я поняла Что моя ценовая категория Это скорее middle И под Wildberries это вообще не подходит А я не хочу работать в формате Wildberries Уходить в low сегмент И вообще мне это не интересно У меня абсолютно другой вектор желаемого развития Я поставила все на стоп Чтобы подумать И просто распродаю те купальники Которые у нас уже отшиты Мы отшивали для Wildberries много У нас были Ну как много Ну для тех Кто продает Например через Инстаграм Это много По сто штук мы отшивали Разом одну модель Вот Поэтому у меня остались еще какие-то купальники Новенькие упакованные Мы вот их потихоньку распродаем И я стала думать Что же делать дальше В какой-то момент Я хотела Потому что у меня есть Знание, опыт Мне очень хочется это использовать И вообще моя мечта Создать бренд одежды Поэтому я стала так созваниваться с коучем И писать бизнес-план Думать, что я хочу Поняла, что я хочу Вроде большой бренд Который не только купальники Которые закрывают все потребности в одежде Которые желательно было бы Вообще выставлять В цветном, например Иметь рейл И я начала даже Ну думать о том Чтобы искать инвестиции Объявила об этом здесь на канале Потом я поняла Что из-за того Что сейчас я не знаю Где я живу Сейчас я в Грузии До этого я была в России Дальше я не знаю Где я буду жить Очень подвешенное состояние Конечно на расстоянии Ну очень проблематично Возможно в теории Но на практике Скорее нет Нужно все время прилетать в Россию Если производство находится Например в России Причем это было бы сложно Поэтому я снова Поставила все на стоп Но дальше произошла Очень интересная история Наташа Моя подруга И по совместительству Она коуч В том числе Она помогает Нуля построить Fashion бренды Консультирует Я брала у нее ряд Консультаций И так получилось Что осенью Мы с ней Несколько дней Были вместе в Сочи Наши общие подруги Гостили И я решила За то Что она так мне помогла С консультациями Я подарила ей Один из своих Купальников Я кстати Сама ношу Постоянно только Свои купальники И просто Из-за того Что я делала Раньше в своем бренде Все сама От и до И вела инстаграм И пыталась быть маркетологом И пыталась делать все Конечно я устала И перегорела И я просто Год в Азии Прожила даже больше Я носила только Свои купальники 95 наверное Процентов времени Но при этом Я сильно их не рекламировала Просто потому что Я реально устала Ну вот в общем Она спросила О ты такие купальники Еще продаешь Я говорю да И на следующий день Я подарила ей купальник Она пришла просто в восторг Ее он очень понравился И Кстати у меня Вот из-за того Что я очень хорошо знаю Свой продукт Потому что у меня Очень узкая Ассортиментная Как сказать Матрица Я Могу определить Размер Человека Просто Ну не то что Просто посмотрев на него Она как бы Подобрала ей размеры Не спрашивая У нее Вот И ей очень понравился Купальник И она выложила И она выложила его В сторис А у Наташи Я не знаю Мне кажется У нее 600 подписчиков Она интересно ведет аккаунт Но она Ну не блогер В общем понимании Да То есть 600 подписчиков Но люди очень лояльные Люди которые с ней работали Там в Найке В Манго Там знакомые Коллеги И так далее И у меня Сразу же Купили Три купальника Сразу же Когда человек Прорекламировал Просто с 600 Подписчиками Это как На самом деле Должен работать Инфлюенс маркетинг Но что еще Заставило меня Опять задуматься То что Наташа Посмотрев эти купальники Одно дело Она меня консультировала А другое дело Она просто надела Этот купальник Увидела его вживую И она говорит Ты офигенно Их делаешь Качество супер На рынке Вообще С таким качеством Мало брендов Либо они стоят Очень дорого Как ты можешь бросать Продолжай И я такая Ну блин Опять 25 У меня такое было Когда я в Таиланде Я взяла с собой Часть купальников Когда я там жила И опять же Особо их не пиарила И перед отъездом Из Таиланда Думала Ну что они у меня лежат И я объявила Что я вот Прям везде написала В свои блоги Что продаю купальники Приходите Меряйте И мне все девочки Говорили Боже Как классно У меня одна девочка Говорит А вы в Бангкок Не доставляете Я полечу скоро в Бангкок Она говорит Пожалуйста Возьмите мне купальник Я его померю Она вот просто Сразу после моего прилета Через час Приехала ко мне в отель Померила купальник Забрала его Сразу же там В нем нафоскалась Ну и в общем Я в тот момент думаю Блин Ну то есть Я создала За все эти годы Очень классный продукт Как я могу бросать Но дальше у меня был Переезд в Грузию Соответственно Немножко так Мой мозг Вообще был переключен На другой И потом Я заново Созвонилась Наташей И Вообще Чем важны Вот коучи Консультации И так далее Это взгляд со стороны Это очень важно Потому что Какие-то вопросы Ты крутишь в голове Не знаешь на них ответы Тебе нужно Чтоб человек со стороны Тебе помог И подсказал И в общем Я с ней созвонилась И я решила прописать Еще раз бизнес план И сейчас Вот будет важно И полезно Тем Кто тоже хочет Прописать бизнес план Создавать Свой бренд Почему Я все время Сейчас стала говорить Про инвестиции Что я поняла Что самая Самая крупная ошибка Это то Что я не делала рекламу Ну потому что На Вайлбор Там по-другому Трафик приходит И в инстаграме Я пыталась На заре делать рекламу Но тогда Все было очень на коленке Хотя именно это Мне все равно Приносила продажа Это вот та неумелая реклама Которую я делала Она все равно Конвертировалась В продажу Я кстати Тогда еще Не очень умела работать Был случай Когда я взяла У классной блогерши Рекламу От нее пришло Не знаю Может быть 20 запросов На платье Но Во-первых Была неудачная дата Были вот эти Новый год И праздники И люди просто Короче Я не умела работать С трафиком Как продавец Что ли Хотя Ну не знаю В общем Как я сама администрировала Соответственно Свою страницу В инстаграме И я не смогла Грамотно обработать Эти заявки Тогда Сейчас конечно У меня уже опыта больше Но Намного лучше Конечно Внимательнее Человека Который умеет это делать Самая большая Фигня И затык Происходит в том Что Представим Что мы сошьем Какое-то Количество Купальников В любом Бизнес-плане Вам любой Человек В любом Бизнесе Грубо говоря 50% Идет на продукт И 50% Идет на маркетинг Я раньше этого Не знала Не понимала Мне это было странно Делать маркетинг Самостоятельно Искать блогеров Это тоже Дилетантский подход Самое классное Что можно сделать Это Как мне посоветовала Наташа И это Блин гениально Вот тоже Сама бы я не додумалась Хотя так просто Нанимаешь Пиар Человека Который пропишет Пиар-стратегию На запуск То есть Не берешь его в штат А просто не понимаешь Такого человека Но даже допустим Услуги такого человека Стоят 100 тысяч рублей Или 50 тысяч рублей Но по-хорошему Все равно Еще нужен маркетолог Который поможет Например найти блогеров Или там настроить Какую-то контекстную рекламу То есть Грубо говоря По самым По самым минималочкам На запуск коллекции Нам нужно 100 тысяч рублей На вот этого человека Его еще конечно Нужно найти Но здесь кстати Помогают связи И знакомства В общем 100 тысяч А дальше нам нужно Заплатить что-то Блогерам И заплатить за рекламу Правильно? Потому что Это все за денежки Даже если кто-то Будет соглашаться На бартер На частичный бартер Ну 100 тысяч Это прямо Самый-самый минимум Итого У нас уже 200 тысяч Идет на рекламу А нам еще нужен По-хорошему человек Который будет вести аккаунт И даже если я сама Буду вести аккаунт И сама искать блогеров То соответственно Я не буду делать это Бесплатно Я буду закладывать Свою зарплату Потому что Это очень большой Пул работы Ну допустим Вы активист Вы не хотите зарплату Вы готовы работать Бесплатно Какое-то время Окей Вам нужно провести Фотосессии И вам нужно генерировать Много контента Вообще гениально Я услышала На вебинаре То что сказала Создательница бренда Studio 29 Она сказала Мы создаем Не только одежду Мы создаем одежду И создаем контент Это как сейчас Все работает И создавать Контент Это огромное Отдельное направление Вы можете попытаться Делать это сами Но вам в любом случае Нужны модели Видеографы Фотографы И даже Ну по минималкам Это очень сложно Сделать бесплатно Но это просто Нерационально То есть туда У нас еще идут деньги И мы говорим Только про один Первый запуск И соответственно Еще столько же денег Нам нужно На производство И в любом случае У меня Получалось Как ни крутите От миллиона До полутора На один сезон Если кто-то готов Инвестировать Если кто-то Заинтересован Пишите мне Я оставлю свои Контакты внизу Важно Чутка Сейчас пересмотрела Что я говорю Ремарка Если Вы вообще Никогда Ничего не создавали И хотите Вложить Прямо Десять тысяч Двадцать рублей Тридцать тысяч Рублей Просто попробовать Понять Как работает Производство Это окей В данном случае Искать что-то Самостоятельно Пытаться как-то Рекламировать Это не Дилетантский Будет подход Потому что Я сказала Эту фразу Вот Просто Посмотрите Тогда остальные Еще видео На моем канале Просто я уже Прошла этот этап И я без Этого этапа Я бы не получила Тот практический Опыт Который у меня есть Поэтому Если вы только Совершаете Первые шаги Это не значит Что вы сразу Должны взять Миллион инвестиций Вы скорее всего Вы его просрете Именно по этой причине Я не брала Большие инвестиции И не пыталась Их искать Первые несколько лет Потому что Я понимала Что я не понимаю Куда девать эти деньги Просто сейчас Уже по-другому То есть Вы либо Берете тогда Классных консультантов Коуч Все делаете Прям грамотно Учитесь В процессе И вкладываете деньги Если вы не готовы Морально Если вам страшно Непонятно Это тоже окей Вы начинаете Так как можете Потихоньку Это тоже Классный Тоже опыт Это обучение На практике Что важно Тоже популярный Был вопрос Вот в других логах Что ты предлагаешь Инвестору Но если в плане Купальников То у нас есть Конечно уже Динамика того Как они продаются Есть бестселлеры Я все понимаю Как это будет работать Но интересно Что я подумала Окей Где я могу Найти инвестиции Я решила Попробовать Созвониться С человеком Который занимается Как бы потоково Привлечением Инвестиций В бизнес И он сказал Что они заинтересованы В бизнесе Который конкретно Каждый месяц Показывает Доход от 100 тысяч рублей А в бизнесе С купальниками Это сезонный бизнес Он говорит Да у вас вот сейчас Типа бренд Ну мы практически Ничего не продаем На Вайлдберрест Мы продавали В сезон на 100 тысяч Но сейчас уже нет И товара тоже нет Он говорит Возможно кто-то Заинтересуется этим Весной Когда человек Не понимает Что такое швейный Бизнес Соответственно Если прямо сейчас Завтра я начну шить Все я начну шить То может быть Мы к весне Ну не может быть Мы успеем Отшить партию А если человек Ну если начать Шить Это просто заметь Ну это бред Это невозможно Это из категории фантастики Тоже кому интересно Крупные бренды Шьют за полтора года Или за два года То есть например Twelve Stories Уже закончили Новогоднюю коллекцию 2024-2025 На следующий Новый год То есть они сделали Сдали ее Уже в производство За полтора года Если бренд Работает на международном уровне И продает Например на Farfetch То за два года Должна быть готова Коллекция Это как работает Если прям Вообще по-серьезному То есть Ну приходится В какой-то год Если вы начинаете Делать впритык А потом хотите Вырасти Опять же вам приходится Очень сильно нагонять И я поняла Что все-таки В фэшн-бизнесе Какие могут быть Инвестиции Если человек Просто на потоке Хочет увеличить Количество денег То ему проще Если вы инвестор То вам проще Выбрать проект На Wildberries Который уже продает Вы дали ему деньги Он закупил Сразу же на них Товар в Китае Через два месяца Обернул Вернул вам бабки Или там Ну начал возвращать вам бабки Просто-просто Увеличили Увеличили Инвестировали Инвестировали Вложение увеличили Если мы говорим Про фэшн-бизнес То здесь Должен быть энтузиазм Вы должны быть Заинтересованы В том Чтобы принять участие В таком проекте Например Как мой Потому что у меня Большие амбиции И я хочу вывести Это на международный рынок И я не собираюсь Это прекращать Но я не смогу Сделать это за год Я не смогу Сделать это за два Я не буду вам Обещать Что я возьму Быстренько ваши денежки Оберну И верну То есть Инвестор Который вкладывает В бизнес-проект Особенно я после созвона Вот с этим человеком Четко поняла Что это человек Который хочет Быть причастен К фэшн-бизнесу Который хочет иметь Например Долю в компании В бренде одежды Который Развивается С каждым годом Растет И так далее Которому интересно Который хочет узнать Как это работает Изнутри Или хочет Быть каким-то лицом Ассоциироваться С этим Просто так Со стороны Преувеличить денежки Это не для фэшн-бизнеса И На самом деле Полтора миллиона Инвестиций Это очень Небольшая сумма Если у вас лежит Полтора миллиона Ну для кого-то Может кто-то не понимает Кто-то думает Что это очень много Нет Если у вас лежит Полтора миллиона Что вы сейчас Можете с ними сделать Ничего Вы не купите квартиру Вы не купите машину Машина Это вообще не инвестиция Это же близко Ну вы можете купить машину За полтора миллиона Но Машина Это не инвестиция Но это вообще Короче хрень И на самом деле Инвестировать в проект Такую сумму Это абсолютно окей Поэтому Если вдруг Среди вас есть инвесторы Пишите Обсудим Пока Я поняла Что я не буду лезть В каждую Там Ну в какой-то момент Думала Окей все Мне нужен инвестор Что я могу делать Брейншторм Ходить на какие-то созвоны Там Пичить незнакомым людям На каких-то Мероприятиях Потом я поняла Что нет Я сейчас Это не мой путь Я не хочу Вот так вот Мне нужен человек Который реально Заинтересован Конкретно В моем бренде Которому Близка моя концепция И который Хочет инвестировать Если он найдется Найдется Если он Не найдется Что я решила делать Я решила Что Я сама Ношу свои купальники И Они офигенные И поэтому Я подумала Что просто К весне Я сошью Один Два новых Цвета В очень Прямо Небольшом Лимитированном Количестве Расскажу об этом Своим подписчикам Если кому-то из вас Интересно Внизу оставлю Инстаграм Бренды Вот И Просто По чуть-чуть Их буду продавать И Самое интересное Что я поняла Когда писала Бизнес-план Поэтому Очень важно Писать На личных Консультациях Я даю вам Шамблон Готовый Бизнес-плана Потому что Я уже Его разработала И я точно знаю Куда в фэшн-бизнесе Идут деньги Потому что Я знаю Что люди Очень многие Не учитывают Огромное количество Издержек Расходов Которые есть Там В плане Производства И так далее Просто Потому что Не знаю Что они существуют Создание бренда И Это видно На этапе Написания Бизнес-плана Это игра Как будто бы У вас есть Вот такие весы И Сюда вы кладете То, что вы хотите Потратить А сюда Получается Прогнозируемая Ваша прибыль И Бывает такое Что вы Готовы Потратить Вот столько А прогнозируемая Прибыль Все равно Будет столько Вы думаете Окей Что я могу сделать И очень часто Знаете Как это работает Чем выше Вы готовы Потратить Тем Резко Начинает увеличиться Прогнозируемая Прибыль То есть Грубо говоря По цифрам Если смотреть То получается Что вы готовы Потратить 500 тысяч А прогнозируемая Прибыль Получается 300 Вы тратите 600 А она уже 500 Вы тратите Миллион Она такая Хоп Она 2 миллиона Так получается Потому что Как раз таки Большое количество Затрат на сотрудников На маркетинг На продвижение На доставку Кто-то Должен Логистика Кто-то Должен Отправлять Ваши заказы Кто-то Должен Упаковывать Где-то Они должны Храниться Понятно Что вначале Вы можете Закрыть Это самостоятельно Но далеко Не всегда Это рационально Или есть возможность И поэтому Получается Что для меня Как бы Меньше полутора Миллионов Мне не нравится Прогнозируемая Прибыль Просто я Это какая-то Игра получается Типа в ноль Мне это Не прикольно Не интересно А Потому что Уже появляется Очень много Дополнительных Издержек А когда я Посчитала Что я Сошью Там не знаю 20 купальников Сейчас грубо Скажу Я потрачу На это 30 тысяч Или 40 тысяч А заработаю 120 тысяч Потому что У меня не будет Ни сотрудников Я не буду Сильно заморачиваться С контентом Потому что У меня есть личный бренд И 20 купальников Я могу продать Через свой личный бренд И получается Что математика Извините Очевидна Поэтому я понимаю Что либо Я буду делать Вот так вот Медленно До тех пор Пока Либо у меня Не появятся Собственные деньги На инвестиции Чтобы сделать Большой рывок Потому что Вот где-то Болтаться Посередине Мне уже Откровенно Прям надоело Ну кстати вариант Если я пока что Не найду инвестиции Мне интересен Он был всегда Но я почему-то думала Все время откладывала Что-то не при меня Что-то нереальное Непонятное На самом деле Если бы Я изначально Вкладывала деньги Так небольшой Свой маркетинговый бюджет Который я вкладывала В бренд Одежды Если бы я вкладывала Это в себя Как у блогера У меня бы сейчас было Намного больше подписчиков И я подумала Что Пока там Я переезжаю И так далее Если купальники Будут идти на лайте То я просто буду Растить личный бренд И если у меня будет Когда у меня будет Например Сто тысяч подписчиков Или двести тысяч подписчиков То можно продавать Просто на личном бренде Ну понятно Дополнительные Конечно Блогеры Или кто-то нужен Но в принципе Есть кейсы Когда человек Продает Просто на личном бренде Благодаря блогу Это тоже кстати Рабочая схема Почему нет Какие выводы У этого видео Я рекомендую вам Сразу подумать Что вы хотите получить Готовы ли вы Работать бесплатно Или вы хотите Зарплату Или вы хотите Дивиденды И в зависимости от этого Посчитать Сколько денег Вам нужно Вложить на старте Потому что Суммы могут быть Очень разные И результаты Тоже могут быть Очень разные Если вы не понимаете Что такое лекало Где искать конструкцию Как происходит производство Что нужно внести В бизнес план То добро пожаловать На мои личные консультации Подробности Внизу Я может быть Сделаю еще одно видео Подробнее Про то Вообще Что считать Какие сдержки Вписывать А может быть Не сделаю Посмотрим Вот Когда я отошью Купальники В небольшом количестве Я конечно же Сообщу об этом В своем блоге Их получат Только изурные Потому что Много отшивать Я не буду Подписывайтесь На мои другие соцсети Жду ваши комментарии Увидимся В следующих видео Пока-пока